Здарова, агенты Валорант, с вами Арти и у нас новое интервью от Riot Games, новые крупицы информации по Валоранту. Собственно, будем его сейчас разбирать. Интервью было на канале GameLife, за что ему огромное спасибо. То, что эта запись осталась на Твиче и я смог ее, естественно, скачать. Нас интересует, что мы разобьем это интервью на несколько роликов, возьмем за основу какие-то определенные интересующие нас вопросы и нарежем короткими роликами, чтобы работягам не пришлось полностью смотреть это длиннющее интервью. И начнем мы, естественно, с самого интересного для вас, это с ЗБТ, с получения ключей, как долго это все будет происходить и все этому присущее. Поэтому мы, собственно, начнем, начнем слушать представителя Riot Games. Пока нет никаких планов это все дело отключать, вот, и причина у этого очень простая. Знаешь, мы когда готовились к закрытой бете, мы планировали совершенно другие метрики интереса игроков. Вот, мы там понимали, что, наверное, люди будут хотеть поиграть в нашу игру, но мы не ожидали, что их будет столько. Вот, и что сейчас произошло, то, что мы видим, что интерес к игре в десятки раз больше, чем то, что мы планировали. И мы уже очень сильно расширили, если честно, наши серваки. То есть мы пускаем каждый день там такими, ну, не равными партиями, но, скажем, равными долями. То есть у нас график вот игроков, он прям растет просто по такой хорошей кривой. Вот, и мы пока не планируем ничего в этом смысле менять. То есть получается так, что ключи к ЗБТ у нас будут падать вплоть до ОБТ, если оно будет, либо вплоть до релиза. И поэтому работяги продолжают дальше смотреть и пытаться выбить ключи, но, возможно, возможно, что что-то поменяется. Все-таки это ЗБТ, закрытый бета-тест, на котором, возможно, все. Слушаем дальше. Что может произойти, что заставит нас это поменять? Если внезапно, допустим, мы увидим, что у нас сервера вообще прям начинают, ну, скажем так, умирать, да? Вот. Или если какие-то там внутренние причины у нас будут, ну, примерно такие же, они обычно технически больше, чем... Вот, они в основном технические. Почему технические причины важны? Потому что вот сейчас в игру играет, ну, я назову такое число, сотни тысяч людей уже, вот, и мы видим кучу проблем. Мы прям реально кучу проблем видим. То есть матчи 6 на 5 случаются, бывают вылеты, в общем, вот такие вещи. Вот. И это нас останавливает от того, чтобы открывать двери сильнее. И это правильно, потому что мы просто лопнем с точки зрения поддержки игроков. У нас уже сейчас там довольно все тяжело, вот, поэтому мы аккуратненько ворота открываем. Вот. Это касаемо, наверное, дропсов и прочее. То есть, да, они будут, и все равно их будет мало. То есть, сейчас основная проблема с доступом, она упирается, знаешь, не в то, что люди там десятками часов смотрят и по каким-то нашим внутренним логикам мы не хотим им давать. Нет. А просто потому, что спрос очень большой. Но роботяги все равно продолжают сидеть на стримах десятки часов в попытках выбить этот самый доступ к игре. Поэтому на это у представителя опять-таки уже повторно в наших роликах есть ответ. Давайте его тоже послушаем. Вот. И поэтому, когда ребята пишут, что, типа, я сижу там 60 часов и ничего не могу, типа, дайте дроп. Не надо сидеть 60 часов, когда просто ты ждешь, когда рандомный алгоритм тебя заметит и тебя выберет. Вот. Так, что нет нужды смотреть по 50 часов подряд, это лишнее. Ну и напоследок послушаем, что же нам все-таки стоит ждать от ЗБТ. Короче, если говорить про ЗБТ, ОБТ и что нас ждет. Смотрите, мы оперируем игрой, ну и вообще играми, которые сервисы, игры как сервисы, да. Соответственно, у нас понятие релиза, оно размытое. И оно определяется двумя факторами. Первое, когда у всех игроков будет тупо возможность зайти в игру без каких-то препонов. Вот. И второе, это когда будет, ну, какое количество контента этому будет сопутствовать, да. То есть, сколько там, не знаю, косметического контента, сколько карт, сколько режимов. Вот. Честно, у нас пока у самих нет четкого понимания, вот какой объем этого мы хотим дать. Вот. И поэтому пока ответ по-прежнему лето. Вот такой, какой есть. Ну, контекст вроде бы дал. Что от нас ждать? Я думаю, можно ждать то, что дропы продолжатся вплоть до всей фазы, я не знаю, там, вплоть до ОБТ. Вот. И, собственно, все. Для нас, ну, нет большой разницы между ОБТ и релизом. Вот. То есть, ну, принципиально для нас это означает, что сервера готовы к приему пассажиров. Сейчас пока сервера не готовы. И это одна из тех причин, почему у нас ранкеты до сих пор, например, не включены. Ну, просто потому, что мы видим, что куча людей сталкивается с техническими проблемами. И это, ну, наша забота, да? Если мы это сделаем, то будет плохой ранкет экспириенс. Это не то, что мы хотим. Мы компания, которая любит управлять ожиданиями игроков. Поэтому пока мы в чем-то не уверены со своей стороны, мы никогда ничего не анонсируем заранее. Вот. И наоборот, если мы чувствуем, что где-то там люди перехайплены или что-то еще, то мы тоже, ну, стараемся корректировать ожидания и говорить, что, ну, там, типа, ребята, не ждите от нас такого-то и такого-то. Ну, собственно, послушали мы вот такой вот небольшой кусочек интервью по поводу ЗБТ. Надеюсь, ответы на некоторые ваши вопросы тут получены. Вот. И дальше, дальше мы будем рассматривать остальные аспекты и увидеть их на моем канале. Поэтому, если вам такая информация полезна, я надеюсь, что вы поставите свой палец вверх. Оставите свое мнение в комментариях по поводу всего этого дела. И до новых встреч, ребят! Субтитры подогнал «Симон»!